так ребяточки продолжаем празднование день рождения они канал аня насти life германия вот они исполняются 24 года девочки размышляют как бы им подешевле и побюджетнее все-таки отпраздновать и и уделить они внимание заботу и отпраздновать но в то же время не разориться ну я откройте нормальный сбор это же оправданно приход день рождения откройте сбор пусть может все-таки нет 1 1 2 3 5 евро кто-то сбросит в честь дня рождения они но аня стесняется вот у нее еще такой возраст немножко стесняться я думаю немножко может до 30 такое бывает ощущение а потом потом это нормально чтобы просить то чего ты хочешь конкретно сформулировать свое желание и и просите вселенную людей вокруг помочь тебе его реализовать и думал в 30 плюс ты уже начнешь более эффективно с просьбами но пока еще такой возраст немножко стеснительный в каком-то плане там просить ничего ты такого ничего особенного не просишь просто кто хочет желающие поздравь с днем рождения насобирать на кафе на китайский ресторанчик сходить отпраздновать тот вышлет кто не захочет не вышлет добровольное дело просто объявить было мне было бы очень приятно вашей маленькой поддержки финансовой и моральной вот никто же не заставляет это никто же не заставляет высылать донат никто не заставляет на же пожеланию зритель захочет вышлет не захочет не вышлет когда-то это зрителю тоже вернется какие-то маленькие там возвраты денежек так ну ладно и в общем и зашел разговор что одна зрительница они настила в германии канал она говорит я не праздную день рождения годами уже ну я знаете я всегда айова сигнал и гноль окно летит это значит он арыт это больше я я всегда хочу как бы ну хоть минимального внимания я не могут но у меня день рождения просто его игнорирую как это так я родилась мама муля меня воспитывала все воспитывали кто мог как-то принимал участие моем взрослении там школа университет все обучение там колледж и поэтому курсы репетиторы как это так я такая такой уникальный человек каждый из нас уникальный человек как это так игнорировать свой день рождения а я в детстве всегда говорила свое день рождения как-то у нас день рождения всегда называли как средний род правильно говорит свой он день это он мужской род и значит ну как это так я я игнорирую как это тогда все равно она сейчас когда у меня семья вот когда появился нейсон самый большой но сама большая радость для меня это когда бывает что совпадет что мама у меня в гостях так тоже бывает с мамой тоже праздном или мой или ее день рождения реже так бывает мама чаще или в июне приз прилетает или в августе реже бывать что на мой день рождения но это неважно мы всегда поздравим друг друга это не так важно прям быть день в день там рядышком ну хотелось бы но это такое дело но когда я была когда там детство юность то конечно мама всегда у меня была рядом всегда с тортиком всегда с привитанием с поздравлением самым лучшими пожеланиями но всегда не хватало вот денежек на какие-то там подарки получше по по богаче а когда уже сам зарабатываешь и можешь тебе что-то позволить больше тут она уже конечно день рождения ощущается суперовия потому что ты там себе подарил какой-то подарочек или там муж тебе подарил или сын и муж сыном или муж отдельно сын отдельно что-то купил чисто символически здесь поймать и здесь не зациклены что подарок обязательно был дорогим здесь больше вот а что бы ты хотела больше вот члены семьи или там папа надела может там дать мне 50 фунтов или надо на не на рождество он чаще дает 100 фунтов на день рождения 50 фунтов все это миллиона какую-то косметику или что мне хочется какую-то одежку свои уже меня хватает одежды самой разной на скидках и как-то не зациклены на этих подарках что вот должно быть что-то подороже там по престижнее покруче как-то вот символически чтоб считалось и сделать само себе приятно купить то что тебе действительно нравится выбрать себе само свой подарок я думаю это очень классно денежки получать подарок а ты сама выберешь конкретно что тебе нужно и правильный подарок ты себе выберешь или когда тебя спросят чтобы конкретно бы ты хотела и скинуться на этот подарок или часть денежек дадут тебе ваучерами людей или деньгами наличными или дали часть денежек они тебе дадут гости твои там друзья родные часть денежек мне например дядя когда ты давал я хотела себе красивое белье на 18 лет и нижнее белье это эти денежки что он мне подарил я пусла выбрала красиво или я до этого уже выбрала потом мне подарил денежки она вернулась и было очень хорошо что покрыла мои расходы в 18 лет у меня это было очень большая подмога когда мне подарили там сумму которая покрывала весьма подарок который я захотела сама себе выбрать даже до дня рождения к кружевного беленькая себе наборчик такой нижнего белья захотела но потом здесь я уже слава богу меня самое самое разное нижнее белье там самых разных цветов кружевное разное это же шикарный выбор всего и доступ особенно на распродажах было очень доступно достаточно доступно конечно когда ты жена более-менее среднего класса мужа то ты нормально пошла себе купила что-то на распродаже но если ты хочешь сэкономить на тут они я думаю большинство средний класс стараться экономить максимально по возможности дождик пошел сейчас поедем в общем что подарок должен быть вот что именно человек лично хочет чтобы не было вот ненужных on wanted present ненужных вот таких подарков которые они тебе но они вообще тебе не нужны лежат валяются не подошел подарок я считаю то сама хуже лучше денежки подарить или баучеры пусть сам человек себе выберет на свой вкус и цвет товарищей бывает нет вот что вы думаете и ребятки по этому поводу насчет подарка не денежки не день рождению на день на день рождения в день дрсти на на день рождения подарок на день рождения для меня самые шикарный подарок это всегда поездка куда-то именно вот какой часть отпуска например я оплачиваю Jackson обнаждал подарит мне, да, например. Ну, и бывает он, наш семейный отпуск, он сам весь оплачивает, это тоже мне как подарок. Для меня самый лучший подарок. Все остальное себе могу там купить, в основном позволить в пределах доступного там среднего класса. В этом плане все, слава Богу. А для меня самый сейчас лучший подарок, начиная с 35 лет, 25 плюс 10, для меня самый лучший подарок это путешествие. Чтобы доложить до моих там расходов, или внести какую-то сумму. Ну, то есть на отпуск. Для меня это самый лучший подарок. Все остальное я себе всегда найду, куплю. Ну, я, конечно, крем, там какой-то крем купить хороший для лица. Хотя я совмещаю с дешевым тоже. Дешевое бывает тоже хорошее. Вот, например, сейчас я вот увлажняю, вот этот симпл. Вот, вот. Он дешевый за 4 фунта, но он хороший. он, например, за 4 фунта. Ну, плюс я там... О, смотри, тут это поднялось. Потом я сейчас немножко подкрашиваюсь. Потом, что еще? Ну, для меня, да, вот, что мне нужно, там духи мне, например, нужны какие-то. Например, мне нужны духи, да? Я... Я... Мои что-то... Эстей Лайдер... Эстей Лайдер... Ред... Ред Мьюз... Ла Рушь... То есть... Мьюз... Мьюз, Мьюз, Муза, Ла Рушь... Красная. Муза красная, что-то Эстей Лайдер почему-то нет продажи. Я ее буду присматривать, вдруг и она вернется. Может... Бывает, вот остановили линию, мои любимые духи не продают. Они как-то возвращались через год. Я буду за ними наблюдать. Вот, вот такой у меня был шикарный был бы подарок. Или доложить даже тебе 5, 10, 20 фунтов мелочевку доложить до моего. Ну, то, что мне действительно нужно, требуется. Я хочу, желаю этого. И я буду этому подарку очень счастлива. Вот это для меня классный подарок. Дальше потом, если мамуля мне витамины дарит, часто часто плачет. Иногда я ей возвращаю денежки за витамины. Иногда она просто мне дарит их. Это витамины тяньши. Вот, для здоровья, для моей мамули самое главное, чтобы здоровье было. И для нас всех это самое главное. Вот. Поэтому, ну, витамины тоже, поддержка здоровья тоже хорошо. Хороший подарок. Мы раньше говорили, лучший подарок книга. Ну, может быть, в Советском Бедном Союзе. В Бедном Советском Союзе, да, был лучший подарок книга, говорили. Особенно в детстве. Ну, что книга? Ну, хорошо, книга. Сейчас можно вон аудиокниги закачать. Просто смотреть по Ютьюбу. Много, очень много информации. Бесплатно в аудиокнигах. И уже оно не ощущается, что лучший подарок книга. Лучший подарок, это то, что ты себе хочешь. Потому что каждый человек индивидуальный, со своими желаниями, нуждами. И когда ему подарят что-то, то, что или он хочет, или денежки на это. Самый лучший подарок, это деньги. Когда ты сам выберешь, это на мой взгляд, сам выберешь себе то, что ты действительно пожелаешь. Что вы думаете, ребятки, по этому поводу? Какой ваш лучший самый подарок? И чего бы вы хотели на свой день рождения? Будем мечтать, желать, действовать, достигать. Анечку с наступающим днем рождения. Еще раз. Крепкого здоровья, любви, процветания. Настеньке точно того же желаем. И чтобы все сбылось, чтобы все потихонечку, пошагово наладить, вперед-вперед, как я сказала в голосовом сообщении вчера вечером. Чтобы все было так, как они хотят. Пошагово и потихоньку. Миру мир. Огромное спасибо, ребятки, за все ваши подписки. За все ваши лайки, подписки, добрые комментарии. До следующей встречи. Я сейчас поеду уже, кому интересно.